Всем привет! Это канал I Like Pet и в сегодняшнем ролике мы расскажем о причинах завести французского бульдога. Популярная во всем мире порода французский бульдог вызывает всеобщее умиление и восторг. Многие знаменитости, писатели, кинозвезды и даже члены королевской семьи без ума от французиков и ввели моду на этих очаровашек. У бульдожиков короткая шерсть и в отличие от своего предка Мопса, потовые железы француза практически не выделяют запаха псины. Они не любят пачкаться специально и если собака другой породы увидит лужу, то обязательно в ней искупается, то французик равнодушно пройдет мимо. Их достаточно вычесывать один-два раза в неделю и купать раз в полгода, а после прогулки довольно протереть лапки влажной тканью. Это небольшие собаки. Во взрослом возрасте они достигают размеров 28-30 см в длину и 27-34 см в высоту. Их максимальный вес 14 кг во взрослом возрасте. Такого малыша можно держать и в однокомнатной квартире. Ему не нужно много места для активных игр. Пика активности у бульдогов приходится на детство. С полутора до двух лет французские бульдоги предпочитают спокойный променад, сон и позицию наблюдателя за жизнью. Если вы работаете или учитесь не дома, то эта порода для вас. Французский бульдог найдет, чем заняться, пока вас нет 5 или 7 часов. Главное, чтобы в его распоряжении были игрушки, вода, еда и туалет. Некоторые питомцы даже терпят нужду до прихода хозяина и ждут прогулки. Так эта порода лежебок и сонь. Они могут спокойно проспать часок-другой и встретить хозяина в бодром и веселом настроении. В наши дни можно встретить французиков с самым различным окрасом шерсти и цветом глаз. Но не все окрасы принимаются за стандарт. Многие относятся к браку породы. Классическим окрасом считается тигровый. Также часто встречаются палевые расцветки. От бледно-бежевого до ярко-рыжего. С затемненной мордочкой или с белым галстучком. Эти два окраса считаются стандартом породы. Часто в этот список добавляют черно-белый окрас. Но его не принимают за стандарт в некоторых странах. Эти собаки обожают своих козяев и не любят отпускать их от себя надолго. Они не требуют много активности, как другие породы. Поэтому они готовы сопровождать вас в поездке, удобно расположившись рядом или на коленях несколько часов. Французы настоящие лежебоки. И если вы решили прилечь днем, то они с удовольствием составят вам компанию. Собаки этой породы добродушны, легко лазят с людьми и хорошо чувствуют себя как в больших семьях, так и в качестве напарников для одиночек. Они преданы, внимательны, хорошо понимают настроение и могут подстраиваться под него. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях. Субтитры создавал DimaTorzok